Вопрос о том, что человек поверил в возможность материализации и подкрепил сильные негативные эмоции страха. Невозможна твоя материализация, когда ты испытываешь негативные эмоции. Это антивозможность, которую ты хотел бы добиться. Это невозможно. Изначально практика была неправильная. Если ты хочешь, чтобы твои намерения материализовались, ты должен прибавить к ним только возвышенные эмоции. Жить так, как будто это уже с тобой случилось. Я вам сейчас скажу, чего хочу я. Я хочу то, что говорю вам сейчас, говорить это на сцене. И чтобы присутствовали зрители, и неважно, сколько их будет, 20-100 тысяч человек. Но те зрители, которые единомышленники в этом. И чтобы та информация, которую я говорю, она вдохновляла, мотивировала их и давала свои плоды. И в моей голове часто та картинка, как я стою на этой сцене, и внутри я очень возбужден. Я получаю классные ощущения. Это возбуждение, это кайф. Мое намерение выступать перед вами публично, и то ощущение, как будто я уже стою на этой сцене. И то, что я хочу, оно будет. Отвечая на вопрос Павла Трипалочка, в продолжение, где он пишет, если я сосредоточусь своим нейтральным вниманием на ощущениях, вызванной этой мыслью, то ее негативное влияние нейтрализуется, или нужно что-то еще. Какая бы ни была бы реакция на что-то, чувствительное и эмоциональное, пускай это будет страх, волнение, депрессия, или радость, восторг и кайф, все эти ощущения, они имеют одну основу. Они состоят из одних и тех же атомов, субатомных частиц и электронов. И по своей фундаментальной сущности и ощущения, а сейчас мы говорим о ощущениях, и материя, это все одни и те же электроны, и они друг от друга ничем не отличаются. И только мы, благодаря своему вниманию, этой мощной стрелочкой, направляя внимание на какое-то ощущение в своем теле, то есть, например, я боюсь чего-то, прямо страх, страх, страх. И я этот страх, который во мне есть, еще подбадриваю мыслями, а я боюсь, что это вот из-за этого, а если будет вот так, а если вот так, то страх будет только увеличиваться, и то событие, которое сопутствует этому страху, то есть мне нужно будет пойти на какую-то встречу, она будет, эта встреча будет не очень эффективна, она будет провальна, потому что и ментально, и на уровне эмоций я уже до этого все сделал, чтобы все было херово. Ты можешь испытывать страх, но не давай этому страху никакого названия. Не нужно обзывать его страхом, не нужно добивать его мыслями, из-за чего он и какие могут последствия быть, просто надо ощущать это ощущение, как ощущение, как энергию. Это чувство, это эмоция, пускай страха, это просто ощущение, просто энергия, такая же, как и энергия радости, счастья или вообще ничего. И как только вы научитесь пользоваться этим своим вниманием, пистолетиком, который вы вот направляете везде и стреляете этой мощью, мощью энергии, которая прям материализует эти объекты, уф, какая сильная, направьте этот пистолетик на свои ощущения, на ту же энергию, то есть направляйте энергию на свою же энергию, не давая ей ни хрена никакого ментального ярлыка. И правильно это сделав, а как научиться стараться делать это все чаще и чаще, и в какой-то момент вы это прочухаете, почувствуете, и ум будет молчать, а вы будете просто это ощущать. Ощущать то, что вы называли негативом, какой-то эмоцией, ощущать как энергию. Расскажу, что вы ощущаете. То есть сначала вы в этом месте, например, это в животе, вы испытываете страх в животе, не давая название этому страху, то есть этому не страху, а этому ощущению. Вы находитесь в нем, вы прям чувствуете его, ощущаете какие-то ощущения, пронаблюдаете это. И в какие-то секунды эта энергия будет подниматься повыше, и она дойдет до вашего сердца, и ваше сердце как будто раскрывается. «Ах, кайф!» Сынка, скажите вы, как в натуре классно. И ум прилетит. «Классно тебе? Вообще-то нам с тобой сейчас ехать надо на движуху, блядь, классно ему. Ты подумал о том, что может там произойти?» «О, блядь, в натуре!» И это может вернуться. Опять, ум, он всегда хочет быть первым и лидером. Он всю жизнь был хозяином в этом теле. Он с вашими эмоциями и ощущениями вась-вась. Он говорит, мы делаем. Я сказал, так и будет. Но не он хозяин, а хозяин тот, кто берет этот пистолетик, который называется вниманием, и направляет его то на мысль, то сюда, то сюда, то сюда. Тик-так, тики-так. Опять поймайте себя. Опять направьте внимание не на то, что бормочет ваш ум, хорошее или плохое, а на ощущение. Не нужно ничего придумывать, не нужно выдумывать. Вспоминать какие-то книги, какие-то знания. Ни хрена не надо делать. Опять направь. Посиди с этим. Опять. Понаблюдай за этим кайфом. Понаблюдай так же его. До этого ты наблюдал какое-то ощущение, которое называл поганым. Оно вдруг деформировалось и стало классным и счастливым. Опять наблюдай за этим счастьем. Потому что как только ты с ним сольешься, вау, ум опять скажет, эй, вау, сюда иди. Вот почему не надо отождествляться ни с чем. Ни с чем. И ты не меняешься, ты такой же. Ты не какой-то там, я не знаю, монах непонятный, либо ходишь вот такой вот. Жаба такая, которая ни хрена не соображает. Наоборот, ты очень сфокусированный, ты все соображающее видишь. Но ты не даешь своему телу подавлять тебя, не давьешь своему уму подавлять тебя. Потому что ты не ум и ты не тело. Откуда я это знаю? Не только из тех книжек, которые все только и толдычат об этом. Потому что, когда ты это проживаешь, ты это начинаешь видеть. Ты думаешь, бля, в натуре я не ум. Какого хрена? Лысого мне. на Титю. Ты это видишь своими глазами. Вау! И, конечно, мне хочется об этом говорить. Понимаете? Делиться с вами о том, что я вижу. И для этого мне не нужно читать заповеди, следовать каким-то указаниям, которые меняют тебя и говорят, ты был злым, теперь будь добрым. Я хожу, я добрый, я добрый человек. Нет. Не нужно ментально засорять себя ничем. Нужно стать ничем, никем. А для того, чтобы распознать этого никто, кто сидит в каждом, надо не обращать внимание на эти мысли. Они никуда не уйдут, они всегда будут здесь. но ты будешь осознанно видеть, нужно ли тебе этой мыслью пользоваться или нет. residence. Где ты не уйдут, ничем, даже не уйдут, не уйдут, кто ему стоит. Это и уйдут, и яын, это и уходу. Нет. И уходу. Нет. В teen,